В Тимиртау стартовал ремонт аварийных участков водовода. Так, порядка 500 многоквартирных жилых домов города на сегодняшний день получают холодную воду по графику. Износ водопровода составляет около 90%. За год на сетях произошло более 500 аварий. Город Тимиртау обеспечивается водой из трех источников. Один из которых, основной источник, это водовод Караганда-Тимиртау. Общая протяженность его 27 километров и он введен в эксплуатацию в 80-х годах прошлого года. На сегодняшний день, о чем это говорит, о том, что он уже практически двукратный свой нормативный срок пережил. В течение указанного срока капитальных ремонтов либо реконструкции этого участка водовода нашего главного не производилось. На сегодняшний день износ его, как я уже сказал, дважды нормативный срок истек. Износ очень высокий. Количество аварий, которые на нем происходят, ликвидируется различные от крупных до мелких, ежемесячно где-то в пределах 40. Аварийные участки водовода составляют около 5 километров. Сейчас завершаются конкурсные процедуры по ремонту данных участков. К основному ремонту специалисты приступят в августе. Однако сейчас ТОК ЖПСТ, не дожидаясь подрядчика, осуществляет ремонт аварийных участков своими силами. Несмотря на график, некоторым квартирам вода все же не поступает из-за низкого давления. По словам специалистов, на такие адреса осуществляется подвоз воды. Как правило, это верхние этажи многоэтажных домов, концевые дома, где одновременно, например, к 6 часам не может подойти вода с соответствующим давлением туда, осуществляем подвоз. Ну, пока вот таким вот образом населению эту информацию довели. Некоторые относятся с пониманием, некоторые, конечно, считают эту ситуацию абсолютно неприемлемой. Я полностью разделяю эту критику. Оставшиеся 22 километра водовода будут восстанавливать через реконструкцию. На сегодняшний день заключают договор с проектировщиком. После этого он приступит к проектным работам. Юлия Исланова, Жахангир Куанышбаев, Новости Тимиртау.